МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорожные преобразования ждут Карачаева-Черкесию. Министр транспорта России положительно оценил реализацию в регионе нацпроекта безопасной и качественной дороги. Карачаева-Черкесию с официальной поездкой посетил министр строительства ЖКХ России Владимир Якушев, который осмотрел ряд важных социальных объектов республики. В Карачаево-Черкесии завершено строительство важного связующего моста и опущено в полном объеме двустороннее движение через Большой Ставропольский канал. Единственный в Карачаево-Черкесии сахарный завод отметил на неделе свое 55-летие. Как справили юбилей и каковы экономические перспективы предприятия, расскажем в нашем сюжете. На этой неделе все успели порядком подзамерзнуть, однако это лишь временно. По прогнозам синоптиков, этой зимой нас ждет аномально теплая погода с повышением климатической нормы на 4 градуса. Министр транспорта России Евгений Дитрих дал позитивную оценку реализации на территории Карачаево-Черкесии национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом он заявил в Москве на встрече с главой региона Рашидом Тимрезовым. Министр отметил положительную динамику реализации нацпроекта и по срокам, и по ключевым индикаторам. Рашид Тимрезов, в свою очередь, обратился к Евгению Дитриху с просьбой поддержать реконструкцию важных для регионно-транспортных направлений. Принято решение, что будут отремонтированы 12 региональных мостов, в том числе 4 в следующем году. Министр поддержал строительство четырехполосной дороги с освещением от границы со Ставропольским краем до Псыжа и такой же дороги по направлению к курорту Архыс, включая объезд Черкеска, а также новый участок Кумыш, поворот к курорту Архыс в объезд станицы Зеленчукской. На неделе Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Вместе с главой республики Рашидом Тимрезовым федеральный министр осмотрел уникальный для нашего региона образовательный, культурный и спортивный комплекс, включающий в себя одновременно среднюю и общеобразовательную школу, детский сад и физкультурно-оснаборительный комплекс. Первый пункт списка – школа номер 3 города Карачаевска. Новая, большая, современная, рассчитанная на 1260 учеников. Она внесла серьезный вклад в борьбу с двухсменкой в городе. Более того, теперь здесь есть возможность полноценно заниматься кружковой работой. Следующий пункт – рабочая программа министра – осмотр детского сада «Радуга». В трехэтажном здании, рассчитанном на 150 мест, есть все необходимое для пребывания малышей от 3 до 7 лет. Но самое главное, что детский сад и школа находятся в системе единого образовательного комплекса. Выпускники садика автоматически становятся учениками школы. Затем Владимир Якушев и Рашид Темрезов посетили физкультурно-здоровительный комплекс «Олимп», в котором, кроме залов для волейбола, баскетбола и различных единоборств, уместился и 25-метровый плавательный бассейн. Сейчас здесь занимается порядка 500 ребят и около 200 взрослых. В рамках своего визита Владимир Якушев посетил также ряд социально значимых объектов республиканской столицы. В первую очередь побывал в строящемся северном микрорайоне Черкеска, где будут проживать почти 25 тысяч человек. Сейчас в новом микрорайоне уже возведены объекты жилой и социальной инфраструктуры. В частности, построены первые многоквартирные дома, лечебно-профилактические учреждения, а также образовательный комплекс, в состав которого вошли школа и детский сад. Далее министр в сопровождении главы Карачева Черкесии побывал в парке родина микрорайона завода РТИ, который благоустраивается в рамках проекта «Комфортная городская среда». Мэр Черкеска Руслан Тамбиев отметил, что изюминка парка – зонирование при максимальном сохранении существующего зеленого пространства. Не осталось без внимания и визитная карточка республиканской столицы. Парк культуры и отдыха «Зеленый остров». В КТИ в 2021 году начнется строительство Ледового дворца. Также черкесский полигон для переработки и хранения твердых бытовых отходов, не имеющий аналогов на всем Северном Кавказе. По итогам своего рабочего визита в Карачево-Черкесию министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев с руководством региона и муниципалитетов обсудил строительство жилья и сопутствующей социальной и инженерной инфраструктуры в республике, благоустройство территорий и переселение граждан из аварийного жилья. Совещание с членами республиканского правительства и главами муниципалитетов Владимир Якушев начал с национального проекта «Жилье и городская среда». Федерального министра интересовало буквально все, сколько в республике построено жилья, как взаимодействуют между собой банки и застройщики, каких целевых показателей региону удалось достичь за текущий год и каковы перспективы на будущее. Напомним, что перед Карачево-Черкесией была поставлена задача довести до 2024 года объемы ввода жилья до 306 тысяч квадратных метров в год. Как отметил Владимир Якушев, это выполнимо только при тесном взаимодействии региона с Минстроем России, банками, застройщиками и муниципалитетами. А власти Карачао-Черкесской республики должны выступить в этой работе своеобразным коммуникатором. Те, скажем так, обязательства, которые взяты на себя сегодня регионом по реализации этого проекта, потому что мы же выделили финансирование с расчетом на то, что те объемы, на которые вы заявились, они должны быть построены. Мало того, что они должны быть построены, они должны быть проданы. Туда должны заселиться граждане. То есть, конечный итог все-таки у нас, когда в квартире у нас живут граждане. Вот тогда мы считаем, что у нас с вами проект заработал полностью. Поэтому вот это надо все сложить. И мне кажется, очень хороший задел как раз вот на протяжении, ну как минимум, там, трех лет, там, беспроблемно можно осваивать этот участок и при этом выполнять те обязательства, которые есть в федеральном проекте. Еще один федеральный проект, детально рассмотренный на совещании, касался переселения граждан из бедхого и аварийного жилья. В этом направлении в регионе также ведется планомерная работа. И к концу 2024 года вопрос будет решен по семи многоквартирным домам. А новое место жительства обретут 172 человека. Что касается реализации проекта «Комфортная городская среда», то Владимиру Якушеву рассказали, что в ее рамках в Карачаево-Черкесии было благоустроено 12 общественных территорий и 60 дворов, за что республика получила высокую оценку от федерального министра, который отметил и качество работ, и дизайн проектов, и сроки их выполнения. В качестве положительного примера он выделил Черкесск, где помимо федеральной программы по благоустройству реализуется и местная. Те объекты, которые мы посмотрели, во всяком случае, мне кажется, очень интересные. И видели сегодня очень большое количество там гаража. Поэтому, видимо, эти объекты пользуются огромной популярностью. Это как раз задача нашего федерального проекта. Ну и, конечно, очень здорово, что помимо только федеральных денег, еще находятся деньги в региональном и муниципальном бюджете для того, чтобы улучшать городскую среду, создавать новое общественное пространство. Поэтому в таком же формате эта работа должна быть продолжена. Затем Владимиру Якушеву рассказали о реализации в регионе программы капремонта. Как отметил федеральный министр, среди республик Северного Кавказа Карачао-Черкесия занимает лидирующее место по собираемости взносов – 84%. Высокую оценку Владимир Якушев дал и работе Управления госжилнадзора по Карачао-Черкесской республике, которая демонстрирует лучшие показатели в стране. А в ходе обсуждения госпрограммы «Чистая вода» Владимир Якушев напомнил, что в этом направлении республика также может рассчитывать на поддержку Минстроя России, в том числе по привлечению дополнительных средств. Глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил Владимира Якушева за внимание к региону, выразив уверенность, что принятые на совещание решения дадут новый импульс развитию жилищного строительства в Карачао-Черкесской республике. Президент Российской Федерации ставит нам, Владимир Владимирович Путин ставит нам очень серьезные и конкретные стратегические задачи в реализации национальных проектов. И в первую очередь они направлены на прорывное социально-экономическое развитие нашей страны, повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. И, конечно же, одним из важнейших проектов для нашей страны, как и для Карачао-Черкесии, является проект «Жилье и городская среда». Поэтому то, что сейчас Владимир Владимирович сказал, я думаю, что мы сегодня все обсуждаем, выработаем совместные решения. Завершая совещание, Владимир Якушев отметил, что прибыл в Карачао-Черкесию не в качестве инспектора или контролера, а именно помощника в решении встающих перед регионом проблемных вопросов, которые должны решаться планомерно, целью ставя не цифры и отчеты, а конкретные объекты, от которых население почувствует улучшение жизни в каждом конкретном муниципалитете. Дарья Назарова, Олег Молхожев, Архиз, 24. В четверг Владимир Путин в Кремле провел торжественную церемонию вручения государственных наград. Орден дружбы получил главный врач лечебно-реабилитационного центра Карачао-Черкесии, заслуженный врач России, депутат городской думы Черкеска Борис Питимрезов. Он награжден госнаградой за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, а также за многолетнюю добросовестную работу, которую он посвятил несколько десятков лет жизни. Легендарные летчики, посадившие самолет в экстремальных условиях. Врачи, спасшие не одну сотню жизней. Поэты, музыканты, общественные деятели. Есть в этом созвездии выдающихся людей, собравшихся в Кремле, и наш земляк, главный врач лечебно-реабилитационного центра республики Борис Питимрезов. И каждый из тех, кто в этот день был удостоен чести получить награду из рук президента, без преувеличения является примером служения своей родине. Сегодня в Кремле собрались наши выдающиеся соотечественники, наши граждане выдающиеся. Их труд, творчество, сама судьба уже стали неотъемлемой частью истории нашей страны. А победы и яркие, уникальные достижения – это гордость России и нашего народа. Борис Питимрезов начинал врачебную карьеру в 1973 году хирургом. Потом работал анестезиологом, возглавлял республиканскую инфекционную больницу. И тогда, и сейчас во главу угла он ставит здоровье и комфорт пациентов. Не случайно в лечебно-реабилитационном центре пациентам предоставляется самый широкий спектр восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Большой объем работы проводится и по диспансеризации, и проведению профилактических медосмотров. Главный врач центра уделяет этому особое внимание. Отделение дневного стационара функционирует с 1998 года. А с февраля 2018 года у него появились новые задачи, в том числе и служба медицинской реабилитации. Здесь получают лечение пациенты неврологического профиля после инсультов, травм. Также больны с ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт миокарда. Это единственное в республике учреждение, имеющее грязи и водолечебницу, жемчужные и солевые ванны. В течение года в отделении неврологии функционирует зал лечебной физкультуры. Борис Султанович, во-первых, следит за тем, чтобы выполнялись все объемы. Как бы это сложно не было, потому что это действительно очень большой объем работы. Он следит за тем, чтобы наши специалисты имели, а это обучение, допуск к данному виду работы. Тимрезов главный врач. Молодец, хорошо, что он все это сделал. Вот, культурненько стало. Вот. Ну, как говорится, обновило, обновилось все. Вот. Врачи молодцы тоже. Тимрезов Борис Пи Султан Хамидович. Главный врач лечебно-реабилитационного центра Карачаева Черкесской республики. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Высоких званий, орденов и медалей на выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства в этот день удостоили 47 человек. Успехи, которых удалось достичь нашей стране, это результат труда миллионов россиян. Каждый на своем месте, в сфере образования и здравоохранения, промышленности и сельском хозяйстве, воспитывая детей или обеспечивая безопасность сограждан, занимаясь другими полезными и необходимыми делами, вносит весомый вклад в развитие и процветание нашей Родины. Татэк Жалавян, Архэйс 24. Единственный в Карачаево-Черкесии сахарный завод отметил на неделе свое 55-летие. Одно из крупнейших сельхозпредприятий республики существует с 1964 года и является градообразующим предприятием поселка Эркин-Шахар и важной составной частью Ногайского района. Рай Мышен расскажет о ходе торжественного мероприятия. Свекловодство сегодня почти четверть общего объема сельхозпродукции в Карачаево-Черкесии. В производстве сахарной свеклы задействованы Прикубанский, Ногайский и Адыгихабльский районы республики, а также Предгорный район Ставропольского края. Все выращенные корнеплоды поступают и перерабатываются на сахарном заводе в Эркин-Шахаре. И хотя значительная доля его продукции поставляется в другие регионы, он полностью удовлетворяет потребность КЧР в сахаре. А еще обеспечивает животноводов кормами. Это сырой жом и патока. Я со своей стороны хотел обратить внимание, что есть большие предпосылки к тому, чтобы нам вернуться к вопросу о эффективности производства. Ведь когда мы говорим о сахаре, наверное, мы имеем в виду не только сам продукцию сахара, конфеты, но, конечно, в первую очередь мы имеем в виду животноводство. И этим, зная, что сегодня на Северном Кавказе, в Карачаево-Черкесии активно развивается это направление, получается у нас интеграционный синергетический эффект. Когда мы имеем возможность производить сахарную свеклу, а потом поддерживать различные направления, подруги подотвесли, которые также формируют и добавленную стоимость, дают доход, формируют рабочие места. Поэтому сегодняшний праздник – это лишний раз подвести итоги и сказать, что действительно сахарный у нас будет быть. Сейчас на предприятии работает более 400 человек. А в компаниях, которые так или иначе связаны с заводом, порядка трех тысяч жителей Карачаева-Черкесии. Гости торжественной встречи, представители депутатского корпуса республики и администрации района, отмечали значимость завода для КЧР. Говоря об истории нашего сахарного завода, хотелось бы подчеркнуть, что за 55 лет это сложились и традиции, и преемственность на нашем заводе. Вся молодежь, которая родилась и выросла в нашем поселке, непосредственно проходила обучение на нашем заводе, и он является родным для всех жителей. Сахарный завод – это предприятие, которое выпускает сахар. Это сладкая сладость. Что такое сладость? Сладость – это витамин, который вырабатывает радость в душе. Поэтому вы люди, которые приносите радость в каждый дом. Я горжусь вами. Председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин отметил, что стараниями в том числе и Карачаево-Черкесского сахарного завода Россия в нынешнем году имеет возможность экспортировать сахар. Руководство и работники завода получили нагрудные знаки и почетные грамоты за вклад в развитие свеклосахарного производства страны, а творческие коллективы района поддержали атмосферу праздника и веселья. В парламенте Карачаева-Черкесии прошли публичные слушания по формированию бюджета республики на 2020 год. Основными доходными статьями республиканской казны в будущем году останутся налог на доходы с физических лиц, налог на прибыль организации, акцизы и упрощенная система налогообложения. По ходу слушаний из зала поступали предложения от физических и юридических лиц, в том числе представителей казенных учебных заведений, общественных организаций и учреждений здравоохранения. Все их предложения будут рассмотрены в ходе последующих слушаний. Кстати, общий объем доходов республиканского бюджета, прогнозируемый на 2020 год, составит более 24 миллиардов рублей. При этом расходы будут на уровне 23 миллиардов рублей. К слову, впервые в целях развития свеклосахарного производства из бюджета республики будут выделены средства на предоставление адресных субсидий. Также из региональной казны поддержат земских учителей. Расчет объемов доходов бюджета осуществлен на основе сценарных условий соцпрогноза Российской Федерации на 2020-2022 годы и уточненного прогноза социально-экономического развития КЧР на 2020-2022 годы. Также были применены основные направления налоговой бюджетной политики Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы и с учетом прогноза главных администраторов доходов республиканского бюджета. Заплати налоги и спи спокойно. Управление Федеральной налоговой службы по Карачаевой Черкесии напоминает, что 2 декабря 2019 года предельный срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Общая сумма начисленных налогов жителей республики составила 548,5 миллионов рублей. К слову, все уплаченные имущественные налоги остаются в Карачаевой Черкесии и пополняют республиканский бюджет. Заплатить налоги очень легко. Это можно сделать несколькими способами. Можно пойти в любое отделение Сбербанка или в почтовое отделение. Можно не выходить из дома и сделать это через Сбербанк онлайн или через сайт налоговой службы. Есть специальный сервис «Заплати налоги». Можно через личный кабинет налогоплательщика. Это, конечно, самый удобный вариант. Вы видите и обязательства сразу свои, и можете произвести оплату. Если же по каким-то причинам оплата не будет произведена 2 декабря, то уже будет взыскание задолженности производиться в принудительном порядке. Нам этого очень бы не хотелось, потому что ряд неудобств это причиняет жителям, вплоть до того, что может быть арестован счет, может быть наложен запрет на выезд за границу, может быть арестовано имущество. Также репутация может страдать, потому что работодателю направляются судебные приказы. Поэтому мы настоятельно просим, чтобы 2 декабря все налоги были уплачены. Также мы хотели напомнить, что с 2019 года при расчете налогов за 2018 год были введены новые налоговые льготы. Так, при исчислении земельного налога для таких довольно значимых категорий плательщиков, как пенсионеры и многодетные семьи, был введен дополнительный вычет в размере 600 квадратных метров. Также был введен дополнительный вычет при обложении имущества вашего для многодетных семей в размере 5 квадратных метров стоимости квартиры и 7 квадратных метров стоимости дома. Соответственно, если у вас трое и более детей до 18 лет, то вы имели право, имеете право на получение этого дополнительного вычета. В республиканской столице состоялся третий съезд Совета муниципальных образований Карачаева-Черкесии. Этот совет объединяет руководителей 100 городских, районных и сельских поселений. На нынешнем съезде они обсуждали итоги уходящего года, планы на будущее, а также пути максимально эффективного развития каждого муниципалитета, который бы учитывал интересы населения. Министры, депутаты, руководители всех городов, районов и сельских поселений собрались сегодня на съезде Совета муниципальных образований. Новые ориентиры развития региона для всех собравшихся от имени главы региона Рашида Тимрезова озвучил первый зампредправительства КЧР Эльдар Байчоров. Сегодняшняя встреча позволит объективно проанализировать текущую деятельность Совета муниципальных образований Карачаев-Черкесии и наметить дальнейшие перспективы совершенствования общей нашей работы. Главную задачу я вижу в том, чтобы сплотить муниципальное сообщество, выработать общие подходы к решению имеющихся проблем, увидеть, поддержать и распространить положительный опыт. В результате такого взаимодействия вырабатывается единая политика развития местного самоуправления, что, безусловно, способствует общественному развитию. Основные вопросы, которые обсудили во время работы съезда, участие органов местного самоуправления в исполнении национально-стратегических задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным, а также проектирование и реализация социально-экономического развития муниципальных образований республики. Наша работа в завоочебный период была тесно свяжена с важнейшими событиями, происшедшими в общественной, политической и культурной жизни как нашего субъекта, так и государства в целом. Все мы принимали участие в выборах президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, меняли составы законодательных и исполнительных органов в нашем субъекте. Менялась и сама республика, развивая свой экономический, социальный и туристический потенциал. Мы видим, как обновляется инфраструктура, как строятся новые современные объекты. Впереди у Карачаева-Черкесии еще больше позитивных изменений, достижение которых зависит от каждого из нас. Главы районов и сельских поселений выступили с докладами, где обозначили проделанную работу и озвучили планы на последующие. Новые школы, больницы, спортзалы и парки. С каждым годом повышается социальное развитие как городов, так и отдаленных от республиканской столицы сел и аулов. На сегодня по разным федеральным программам в Абазинском районе, во всех населенных пунктах строятся, например, в ауле Бурган строится дом культуры, начали строительство детского садика. Буквально три месяца назад в ауле Хубина был сдан в эксплуатацию дом культуры, который благополучно функционирует сегодня. И дети с интересом приходят в дом культуры, занимаются в разных кружках. В ходе заседания совета внесены существенные изменения в устав организации. Избран новый председатель и обновлен состав президиума. Также на съезде от имени главы региона Рашида Тимрезова отметили государственными наградами сотрудников муниципальных образований республики, присвоив некоторым из них звание заслуженный работник муниципальной службы Карачао-Черкесской республики. Ринат Ибрагимов, Мурат Кимырюгов, Архиз 24. Надолго, качественно и с гарантией. В Карачао-Черкесии завершено строительство моста через Большой Ставропольский канал. Двустороннее движение по нему уже открыто в полном объеме. В своем инстаграм глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов поблагодарил руководство и коллектив Росавтодора и подразделение Упердор-Кавказ за оперативную и качественную работу. Напомним, что новый путепровод сделает проезд для автомобилей через БСК не только безопаснее, но и гораздо комфортнее за счет четырехполосного движения. Работы по возведению нового моста через Большой Ставропольский канал в районе 47-го километра автодороги Лермонтов-Черкеск стартовали 11 месяцев назад. Эта трасса идет от курортов Кавказских Медвод к республиканской столице, а далее к Домбаю, Тиберде и Архизу. За день здесь проходит до 25 тысяч машин. Старый двухполосный мост с таким потоком попросту не справлялся. Мы демонтировали старый железобетонный мост через реку Большой Ставропольский канал вместе с русловыми опорами. И вместо него возвели два новых металлических моста без русловых опор, то есть один пролет 66 метров. Разумеется, не забыли строители и о безопасности. Благодаря вводу моста и изменению схемы движения удалось ликвидировать место концентрации ДТП на транспортной развязке, расположенной в 100 метрах от переправы. В целях обеспечения безопасности было установлено около 90 метров барьерного ограждения, полностью были заменены опоры освещения, также была нанесена новая дорожная разметка из термопластика, а также мы установили, монтировали новые дорожные знаки. Уникальность моста заключается в том, что он однопролетный. Мы ушли от опор, которые стояли в русле Большого Ставропольского канала. Соответственно, теперь карч и вся остальная сплав, который идет по Большому Ставропольскому каналу, не будет останавливаться на опорах, облегчится содержание. И, соответственно, металлический мост более легче в обслуживании как для сотрудников Ставропольского канала, так и для дорожников. А для комфорта и безопасности пешеходов дорожники уложили у моста более 60 метров тротуара и обустроили автобусную остановку. Не забыли и про экологию. На месте работы обустроили очистные сооружения, посели многолетние травы и выпустили в водоем 2500 мальков русского осетра. Анзор Курбанов, Роман Баюра, Архэс-24. Первый в ауле и даже в районе новый современный многофункциональный физкультурно-здоровительный комплекс с универсальным игровым залом вскоре появится у жителей аула Адгихабль. Как будет оснащен новый ФОК, кто в нем будет заниматься, какую роль играют новые спортивные объекты в развитии республики. Обо всем этом расскажет моя коллега Татейк Джалавян. Дворец культуры, в котором сейчас занимаются ребята, уже не один десяток лет собирает в этом зале поклонника вольной борьбы. Поболеть за своих спортсменов сюда приходят и стар, и млад. Годы тренировок в этих стенах превратили этот небольшой зал, пусть и с трещинами на стенах, в настоящий храм борьбы со своей уникальной атмосферой. Спортивная школа основана как самостоятельная спортивная школа в 1982 году большим энтузиастом борьбы нашим тренером, моим личным тренером, Мурадином Мухадиновичем Мазукабзовым. Я его ученик, пришел молодым тренером, и вот с тех пор мы работаем. Работаем. Как это не удивительно, но за всю 90-летнюю историю Адагихабля ни одного крупного спортивного сооружения здесь так и не построили. Поэтому местные спортсмены и тренеры, казалось бы, привыкшие заниматься по старинке, с большим энтузиазмом готовятся приступить к тренировкам в новом ФОКе. Если бы я был маленький, я бы в этот ФОК сразу побежал. Вот я из-за этого и отталкиваюсь. Конечно, туда дети сразу массово придут. Здание ФОКа позволит не только проводить в Адагихабле соревнования республиканского уровня, но и даст возможность открыть для ребят новые спортивные секции. В двухэтажном здании на металлическом каркасе будет универсальный игровой зал, рассчитанный как для занятий по игровым видам спорта, баскетболу, волейболу и гандболу, так и единоборством, борьбе, самбо и дзюдо. Наружную отделку ФОКа выполнят по системе вентилируемых фасадов. Отделение вольной борьбы есть в ауле Арсакон, в ауле Мала-Абазинск, и в ауле Адагихабль и Садовом. И мы хотим в перспективе, чтобы, как говорится, день борьбы два раза в неделю проходил в этом большом ФОКе. А пока детвора, а кому-то из юных борцов всего пять лет, без устали отрабатывают свои приемы. И если сейчас, имея по большому счету спартанские условия для тренировок, эти мальчишки так любят спорт, то новый ФОК станет для них заслуженной наградой за нелегкий и кропотливый труд. Мне папа сказал, чтобы ходить. Мне нравится борьба. Я каждый день ходил. Мой дядя мой кемир, я хочу стать, как он. Практически каждый новый ФОК, возводимый в Карачаево-Черкесии, имеет свою спортивную направленность. Вольная борьба, борьба на поясах, гимнастика. В Адагихабле мечтает выросить своих чемпионов-вольников. Хотим воспитать олимпийского чемпиона. Вот. Это вышка. Выше этого ничего. Мы этого реально хотим. Борцы вольного стиля. И ради этого мы работаем. И не бросаем, несмотря ни на трудности, ни какие-то там стесненные условия жизни. Вредителям бой компания сады Карачаево-Черкесия приобрела сразу шесть голландских механических опрыскивателей для обработки своих плодовых деревьев, которых, к слову, в саду площадью более 200 гектаров насчитывается десятки тысяч. Чем новое импортное оборудование отличается от того, что использовалось ранее, и когда его массово пустят в дело, расскажет наш корреспондент Алина Баташева. Эти яблони и груши уже три года растут по соседству и даже успели порадовать садоводов богатым урожаем, часть которого реализуется тут, буквально не отходя от деревьев. Впрочем, кроме зрелых плодов, тут можно приобрести и фруктовые саженцы. И спустя год-два собирать урожай уже на своем участке. Мы организовали придорожную продажу также яблок здесь и наших саженцев в сады Ставрополья. Здесь сорта, тоже самые современные сорта продаются на полукарликовом, на 106-м подвое. Саженцы очень хорошие. При качественной посадке и при нормальном уходе саженцы на следующий год будут давать уже до 15 килограмм яблок с одного дерева. С уборкой урожая работа у садоводов не заканчивается, ведь деревья нуждаются в круглогодичном уходе. Уже в декабре здесь начнется ручная и механическая обрезка. За зиму весь сад нужно подготовить к весеннему сезону. Для консультации по этим вопросам в Карачаево-Черкесию приглашен специалист из-за рубежа. Впрочем, перенимают в садах Карачаево-Черкесии и опыт соседних регионов. Сотрудничаем с садом-гигантом Ингушетии, Замиром Балкизовым, перенимаем его опыт. Он постоянно нас консультирует, подсказывает. Плюс у нас еще представители голландских фирм в качестве консультантов постоянно приезжают по нашей просьбе. Сады Ставрополье принимают тоже активное участие в поставлении саженцев. Эти саженцы выращены в плодопитомнике. В этом году в сады Карачаево-Черкесии поступила новая голландская техника для опрыскивания деревьев. Она существенно отличается от своих предшественников тем, что с ее помощью можно обработать ствол деревьев по высоте, захватив буквально каждый листок. Но эта работа еще предстоит садоводам республики в марте будущего года. Алина Баташева, Радамир Князев, Архыз, 24. Жители одного из домов по улице Даватора в Черкесске зиму ждут со страхом. Из-за протечки канализации, отопления и горячего водоснабжения их подвал каждый год заливает водой. Жильцов волнует даже несырость. Они опасаются, что само здание вскоре может рухнуть вместе с ними. Как устранить дефект, осушен ли подвал и, главное, кто виноват в коммунальном ЧП, расскажет мой коллега Ренат Ибрагимов. Проблем у этого дома с возрастом накопилось достаточно. Но главное сейчас вечно затопленный подвал. Подмываются стены, разрушается фундамент. На весь дом распространяется ужасный запах. Грибок, плесень и огромное число насекомых. По словам жильцов, здесь ни разу не делали капитальный ремонт. А все косметические текущие работы выполняют они сами. На протяжении 20 лет мы столкнулись с такой проблемой, которая нас очень беспокоит и волнует. То есть течет у нас канализация в подвал. Все стучные воды идут в подвал. В связи с этим развелись комары летом невозможно. Потом эти блохи водятся. И плесень поднимается до первых этажей. На все обращения жильцов с просьбой устранить поломку коммунальщики лишь откачивают воду. Этого хватает примерно на пару недель. Потом все приходится повторять вновь. АДС, к чести сказать, они приезжают вовремя. Что-то там ковыряются, разворачиваются и уезжают. Но дело в том, что АДС ЖЭО-2 и АДС водоканала сейчас не находят общий язык. Вот эти придомовые колодцы не хотят чистить. Один на другого ссылается и в итоге колодцы переполнены, подвал заполнен водой. Дом наш 60-квартирный, но из них, наверное, третья часть, если не больше, квартиранты. Часть закрытой квартиры. А остальные долгожители, которые здесь остались, пытаемся что-то делать. У нас вот это очень плохо получается. Дом уже включен в администрацию республиканской столицы в программу капитального ремонта. Но лишь на 2023 год. Чтобы передвинуть сроки пораньше собранию собственников, необходимо принять соответствующее решение с указанием вида работ, их сроков и источником финансирования, а также утвердить смету. Если происходит подтекание труппы фасонных частей внутри подвольного помещения, то управляющая компания несет ответственность за состояние внутренней разводки в подвольном помещении, то есть и обязана устранить данные течи по заявке жильцов. После долгих разбирательств жильцы дома и управляющая компания так и не смогли прийти к общему знаменателю. Общее собрание жильцы, конечно, проведут, но также ими уже написано заявление в прокуратуру, которое, по их мнению, быстрее поможет решить коммунальную проблему. Ренат Ибрагимов, Радамир Князев, Архиз, 24. Карачева-Черкесия глазами иностранных журналистов. Зарубежные акулы-пера и микрофона проехали по Северному Кавказу в рамках пресс-тура, объединившего представителей СМИ из восьми стран, заинтересованных в развитии торгово-экономического сотрудничества с Россией. Программа трехдневного визита была расписана буквально по минутам, но наша съемочная группа постаралась ничего не упустить. Ливию и Адриана Юрея не только счастливая семейная пара, но и слаженная съемочная группа. Он корреспондент румынского телеканала ТВР, она его оператор. Творческая семья отправилась в пресс-тур по Кавказу в поисках новых впечатлений и вдохновения. Мы едем в горы, у меня как такового плана нет. Вдруг там вижу что-нибудь интересное, вот за ними хватаюсь. Я не сделал там особый план для съемок. Пытаемся вот на месте определиться и работать. В турне по Кавказу журналистов в первую очередь интересуют вопросы безопасности потенциальных туристов. Сказывается распространенный за рубежом стереотип о Северном Кавказе как о горячей точке, где иностранцу без охраны появляться не стоит. По мнению гостей, их задача разрушить эти устаревшие штампы. Архыз – это туристический бренд Карачаева-Черкесии. В настоящее время он на этапе развития. Вот как вы думаете, обладает ли это место туристическим потенциалом? Я думаю, что это место обладает огромным потенциалом. Но, конечно же, те предубеждения, которые касаются безопасности, их надо будет преодолевать. Возможно, понадобится больше информации, больше маркетинга. Но я уверен, что люди будут сюда приезжать вновь и вновь. Главная идея пресс-тура, организованного Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа совместно с агентством ИТАРТАС – это знакомство иностранных гостей с культурой, традициями и современными особенностями регионов Кавказа. Целью данного пресс-тура является ознакомление зарубежных представителей СМИ с туристическим потенциалом нашей республики. В последнее время Качачевской республики особое внимание уделяется развитию туристской инфраструктуры. Совершенствуется система организации отдыха, повышение качества работы различных сервисных служб. И услуги, предоставляемые туристам. Наряду с этим особое внимание уделяется безопасности туризма. В плотном графике пресс-тура на посещение Карачаева-Черкесии был отведен всего один день. Зато какой! Зарубежные гости успели посетить курорт Архыс, Шанинский храм и Нижнеархысские культовые сооружения X века н.э. По словам журналистов, это путешествие помогло им составить свое, независимое мнение о жизни на Кавказе, которым они обязательно поделятся со своими зрителями и читателями. Раймешен, Олег Молхожев, Архыс, 24. В центре республиканской столицы появилась необычная инсталляция, авторами которой стали коллектив Минпромторга Карачаева-Черкесии и инспектор Республиканского управления ГИБДД. 72 пары обуви по числу погибших в ДТП за 10 месяцев этого года жители Карачаева-Черкесии выстроились рядами у Центрального городского парка. Мужские ботинки, женские лодочки, детские туфельки. И рядом с каждой парой годы жизни и причина смерти, как напоминание. Берегите ваши жизни. За 9 месяцев нынешнего года в России произошло более 85 тысяч ДТП, в которых погибло 8 тысяч человек и 110 тысяч было ранено. Статистика жертв дорожно-транспортных происшествий по нашей республике тоже не радует. За 10 месяцев на территории республики совершено 496 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 71 человек погиб, 696 получили различные себе тяжести ранения. Все основные показатели аварийности на территории республики в текущем году, к сожалению, увеличились на 10%. Жертвы ДТП – это не только погибшие. Раненые, получившие серьезные травмы, ставшие инвалидами. Их жизнь навсегда поделена на до и после аварии. Решающий фактор, приводящий к ДТП, в большинстве случаев один и тот же – несоблюдение правил. Сегодня мы представили экспозицию 72 пар обуви. Эта цифра равна количеству жертв ДТП в республике за этот год. То есть, столько людей погибли на наших дорогах. Здесь представлена мужская обувь в соответствии с количеством погибших мужчин, женская обувь и, к сожалению, детская. Даже 6 пар детской обуви у нас здесь представлены. За каждой парой обуви чья-то оборвавшаяся жизнь. Если сухие цифры статистики не всегда трогают наши чувства, то обувь у проезжей части, предельно точно визуализирующая погибших на дорогах КЧР людей, по неволе заставляет задуматься. На момент гибели этой малышке было чуть больше года. Тогда в страшном ДТП вместе с ней погибла вся семья. Нынешняя акция – призыв к ответственности не только за свою, но и за чужие жизни. Водители и пешеходы не имеют права на ошибку, потому что цена ей – человеческая жизнь. Райме Шеннер, Адамир Князев, Архиз, 24. Операция на почках без швов и разрезов. Урологи Карачао-Черкесии осваивают новые методы лечения мочекаменной болезни с помощью микролазера. Подобные малоинвазивные операции считаются в мире современной альтернативой классической открытой хирургии. Как все это делается на практике, республиканским хирургам рассказал и показал ведущий уролог из Москвы, прооперировавший в Черкесске четырех пациентов с камнями в почках. К слову, подобный опыт приглашения в Карачао-Черкесию светил российская медицина для передачи уникального опыта далеко не первый. Моя коллега Дарья Назарова расскажет подробнее о медицинских мастер-классах. На операционном столе мужчина с диагнозом мочекаменная болезнь. Большой камень в почке давно не дает ему спокойно жить, поэтому он решил лечь под нож хирурга. На деле же ножи и скальпели не понадобились. Врачи избавят от недуга при помощи лазера и эндоскопа, без разрезов и с минимальной потерей крови. Для того, чтобы попасть в нижнюю чашечку, мы просто так не попадем, потому что молодцы в человека. Соответственно, мы поворачиваем вот так и заходим. То есть мы работаем вот так, вот так, в какие степени свободы, вперед-назад, право-лево и, соответственно, флексия инструмента. Для медиков Черкеска эта операция – урок выше школы профессионального мастерства, который проводит один из ведущих урологов страны. Через тонкую трубку, введенную в почку, хирург лазером превращает камни в мельчайшую пыль, которую организм сам выведет естественным путем. Таким способом можно справиться с камнем любого размера и формы. Правда, для этого от врача потребуется буквально ювелирная точность. Просто добраться до этого камня традиционными инструментами, которыми раньше весь мир занимался операциями, ригидными, жесткими, металлическими, невозможно. Особенность анатомии не позволяет это сделать. В современной появились инструменты гибкие, многоразовые, гибкие, одноразовые уже. Сегодня мы использовали гибкие одноразовые инструменты. Большая часть камня с помощью лазерной энергии распыляются. Вообще, раньше дробили на куски, их вытаскивали, это было травматично. Сейчас весь камень просто превращается в пыль. Так называется режим «дастинг», «даст пыль» – переводится с английского. То есть мы распыляем камень, не повреждаем, нам не надо дергать, тащить через мочевые пути. Для России в целом эта технология не нова, ее применяют во многих клиниках. Теперь будут и в Карачаево-Черкесии. Тем более, что в нашем регионе мочекаменная болезнь остается одной из главных урологических проблем, особенно для людей старшего возраста. 6-7 лет в республиканской больнице операции, открытые по поводу камней, вообще не выполняются. Мы удаляем камни эндоскопически. За последние два года мы внедрили новые хирургические методики по удраблению крупных камней почек. Вот. Эти операции делаются, но лазер – это как бы новое для нас. Мы хотим его сходить и выполнять эти операции с помощью современного лазера. Они предлагают как раз операции с применением новой методики и нового аппарата. Это лазерная литотрепсия. Это то, к чему мы стремимся и думаем об этом на будущее. Это как бы следующий шаг в урологии. Что способствует образованию камней в почках, однозначно сказать невозможно. Тут и экологический фактор, и питание, и качество питьевой воды, наследственная предрасположенность и аномалия развития. А потому в качестве профилактики медики рекомендуют два раза в год проходить тщательное обследование. И тогда вероятность того, что вы попадете на операционный стол, будет минимальна. Даля Назарова, Роман Нагаев, Архивист 24. С каждым годом число ветеранов Великой Отечественной войны, да и просто очевидцев тех событий, неумолимо сокращается. Неслучайно дни рождения каждого из них отмечаются в республике с особой теплотой. Вот и 90-летний юбилей Нины Левченко. Родные и близкие ждали как особенные события. Несмотря на свой почтенный возраст, Нина Владимировна живет и радуется каждому мигу, проведенному в кругу близких ей людей. Наша съемочная группа навестила юбиляра и узнала о ее нелегком жизненном пути. Уважаемая Нина Владимировна, сердечно поздравляем вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелые испытания военного времени, соотверженно восстанавливали страну из руин. За 90 лет жизни Нина Левченко повидала многое, рискуя жизнью, чем могла, помогала пленным советским солдатам в оккупированной фашистами Полтавской области, где даже простой кусок хлеба мог спасти человека. Каждый раз, находясь на волосок от смерти, 14-летняя Нина носила еду пленным. Большинство событий Великой Отечественной войны за давностью лет стерлись из памяти Нины Владимировны, но ей никогда не забыть взгляды заключенных, полные благодарности. Также она прекрасно помнит, как встретила своего будущего супруга, летчика Михаила Левченко. Они познакомились в Харьковской области, куда Нину Владимировну отправили доучиваться в школе. Он служил там, в Волчанске, в Харьковской области. Ну и познакомились, и дружили мы, по-моему, два года. В 1950 году пара сыграла свадьбу и переехала в Усть-Джигуту, где Нина Владимировна и живет по сей день вместе с дочерью Лидией. «Мамочка у нас золотой человек. Она вот, кто бы соседей к ней не пришел, она последняя готова отдаст. Вот такой человек. Ну сейчас немножко прибаливает, уже ж годы». Несмотря на проблемы со здоровьем, Нина Владимировна все равно остается активным человеком и не упускает возможность побаловать домочадцев своими фирменными блюдами. «Вы готовите и убираетесь, да?» «Не, она убирает сама. Полы моет, когда борю. Мне нравится борщ мой». Испытав все тяготы войны, Нина Владимировна рада, что совсем скоро отметит 75-ю годовщину победы над фашизмом и уже строит планы на празднование своего 100-летнего юбилея. Алина Гидеева, Олег Молхожев, Архыз-24 Аул в объятиях гор. Жители Козылкала с большим размахом отметили свой 90-летний день рождения. День аула – это большой праздник, на котором чествуют лучших земляков. Не обошлось и без подарков. Сразу два социальных объекта открылись в ауле в честь этого юбилея. Ну и, конечно, поздравить козылкалинцев в этот день приехало множество гостей, среди которых была и моя коллега Айгуль Баранукова. Наша малая родина. Хочу, чтоб порою весенней на зорьке нам пел соловей. Хочу, чтобы в небе осеннем мы видели клин журавлей. Аул Хазылкала – красивейший уголок из Джигутинского района. Основан он еще в 1928 году. Название его переводится с Карачаевского как «Красная крепость». Несколько дней назад встречался с главой республики. И он нам показал книгу, которую ему подарили в свое время. Карачаев называется. 1913 года выпуска эта книга. И там в конце книги карта обозначена. Ну, честно говоря, на эту карту посмотрел. Ни Газылкалы, ни Джигуты вообще там нету. От Мары и выше было. Ну, 90 лет – это относительно молодой аул. Да, Аллах процветания этому аулу и всем другим аулам нашего ущелья и всей Карачаево-Черкесии в целом. В этот день местных жителей ожидало немало сюрпризов. В честь 90-летия аула здесь открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение возведено с использованием современных противопожарных материалов, имеет пандус для маломобильных пациентов и высокотехнологичное оборудование, позволяющее оказывать основную врачебную помощь. У нас вот здесь кабинет терапевта. Нам теперь терапевт к нам будет приезжать два раза в месяц обслуживать население. Служебное помещение – это мой уже кабинет фельдшера, санузел. В общем, все, что как надо. Расскажите, как долго вы ждали этого дня? Ой, я работаю вот в селе, на участке лет 19-20. Вот лет 20 ждала, что вот нам сдадут новый медпункт. Ну, наконец-то этот день настал. Чему я очень рада, конечно, и жители рады. Все в восторге. А торжество продолжается. В центре аула радостные и восторженные лица детей. В подарок от главы Усть-Джигутинского городского поселения и сельских глав района юные жители Козылкалы получили игровую площадку. Да, мы очень рады, потому что раньше не было никаких площадок. И дети могут играть. Теперь часто будете сюда приходить? Каждый день. Эмоции просто супер. Не знаю, что и дальше сказать. Я никогда не был на таком празднике. По-моему, это самый лучший праздник в день аула. А что у тебя в руках? На руках у меня по-карачевски называется «Алышая». Его я предоставляю гостям, и они должны выпить это. Этим я приветствую их и желаю им всего нового лучшего. Здесь особые восходы, здесь особые закаты, а также люди здесь особенные. Они способны не только сберечь все богатства и красоту природы, но еще делают ее краше, лучше. И нет для них ничего дороже родного края. Место, которое взрастило и выпустило в дальнюю дорогу по жизненному пути. Айгуль Баранукова, Назир Капушев, Радамир Князев, Роман Хибыртов, Архиз-24. На этой неделе ноябрь показал свой суровый нрав. Резкое похолодание, минусовая температура и сильный порывистый ветер. И все же синоптики утверждают, что в целом средняя температура в этом месяце выдалась довольно-таки нетипичной, теплой. И вполне вероятно, что и зима будет такой же. По прогнозам синоптиков, она пройдет с превышением даже щадящей северокавказской гримматической нормы на 3-4 градуса. А вот почему теплую зиму зовут «вишневая» и чем она, несмотря на свое ласковое название, грозит каждому из нас, разбиралась моя коллега Райма Шен. Гидромедцентр России прогнозирует нам аномально теплую зиму. Синоптики для таких случаев используют вкусный термин «вишневая зима». Откуда взялось это название, ждать ли нам жары в феврале и какие плюсы и минусы в прямом и в переносном смысле это сулит? Давайте узнаем. Дело в том, что ярко-розовым цветом на метеорологических картах обозначают места с аномально теплой температурой воздуха. Поэтому термин «вишневый» чаще всего употребляется при описании нехарактерной для холодного времени года температуры. Такой, как сейчас установилась в Карачаево-Черкесии. Вся Россия будет окрашена в розовый цвет, будем так говорить. Хотя сначала вишневый, ну будем считать, что октябрь был вишневым для европейской территории. В ноябре уже прозавел, в декабрь тоже будет бледно-розовый, по крайней мере для Карачаево-Черкесии. А врачи и аграрии тем временем бьют тревогу. Такая погода может преподнести нам массу неприятных сюрпризов. Теплой, слякотной зимой легко подхватить какую-нибудь инфекцию, особенно когда иммунитет ослаблен. А страдают от капризов погоды прежде всего сердечники, гипертоники и люди с больными суставами. При сердечно-сосудистой патологии, дыхательной патологии, чтобы они меньше находились на воздухе, а больше в помещении. Но эти помещения должны проветриваться, убираться, увлажняться. И неоднократно, если есть возможность, провести уборку помещения, проветривать обязательно, промывать носовые ходы, полость рта, обливаться часто и густо по утрам, контрастным душем. Сельхозпроизводители столкнулись сразу с несколькими проблемами. Из-за продолжительной осенней засухи значительно запоздали сроки сева озимых, что может сказаться на способности зерновых стойко перенести заморозки. А малоснежная зима и вовсе суровая угроза для будущего урожая. Малоснежная зима опасна чем? Потому что она вредит растениям сами, потому что когда нет снежного покрова, она под снегом находится как под одеялом. И вот эти резкие перепады температур, которые есть, ну оно на самом деле очень сильно влияет на листовую поверхность, листовой аппарат, который страдает. И когда весной при возобновлении фотосинтеза он уже получается не такой сильный, такой здоровый. И это естественно влияет на урожайность. Впрочем, метеорологи уверяют, что зиму-то мы еще увидим. Не крещенские морозы, конечно, но уже в конце декабря столбик термометра опустится до 5 градусов ниже нуля. Но отрицательные температуры будут наблюдаться преимущественно в ночное время. Днем же погода будет возвращаться в плюс. Таковы, на наш взгляд, главные события минувшей недели в Карачаево-Черкесии. Все новости грядущих семи дней мы обсудим в следующую субботу, также в 19.30 на канале Архыз 24. Спасибо, что были с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин